Винни Пух говорит пятачку. Пятачок, одолжи мне 10 долларов. Пятачок подумал и отвечает. Винни, у меня только 5. Винни забирает деньги и продолжает. Давай 5, опять будешь должен. И в ресторане. Один заказал жареную курицу. Второй спрашивает, а ты не боишься заразиться куриным гриппом? Первый объясняет. Вася, если этой курица вздумается на меня покашлять, то мне грозит не грипп, а инфаркт. Мужик приходит к переводчику английского и спрашивает. Слушай, как правильно перевести фразу I don't know? Переводчик ему отвечает. Я не знаю. Мужик продолжает. Вот блин, никто не знает. Марья Ивановна долго рассказывает на уроке о цели жизни и предназначении человека, а потом спрашивает. Дети, чтобы вы хотели, чтобы люди сказали о вас на ваших похоронах? Петечка отвечает. Я бы хотел, чтобы люди сказали, что я был великолепным доктором, что я спас столько людей и вылечил столько детей. Учительница довольна. Молодец, Петечка, а ты Манечка? Манечка отвечает. А я хотела бы, чтобы они сказали, что я была замечательной женой, матерью и бабушкой, что меня так все любили. Учительница улыбаясь. Молодец, Манечка. Ну, Вовочка, а ты чтобы хотел услышать на своих похоронах? Вовочка подумал и говорит. А я хотел бы, чтобы сказали, смотрите, он шевелится. Секретарша вводит в кабинет директора молодого человека и говорит. Товарищ директор, я привела своего жениха, чтобы он убедился. Какой вы старый, лысый и некрасивый. Пришел парень сдавать в поликлинику кровь. Волнуется, говорит медсестре. Вы извините, что я так паникую. Просто первый раз. Боюсь, что что-то пойдет не так. Медсестра посмотрела на него и отвечает. Да не переживайте вы, я тоже первый раз кровь беру. Заходит мужик в бар и говорит. Официант мне бутерброд и 19 бутылок пива. Официант удивленно. А что не ящик? Мужик продолжает. Что я слон, что ли? Ссорится муж с женой. Жена кричит мужу. В моей жизни было всего два настоящих мужчины. Муж с любопытством. А второй кто? Жена продолжает. Да ты и с первым-то не знаком. Молодого парня останавливает полицейский. Парень не пристегнут ремнем безопасности. Полицейский говорит. Я штрафую вас за превышение скорости. Парень уточняет. А ремень? Полицейский продолжает. А ремня дома получишь.